В тот день, 10 лет назад, было холодно. Шел проливной дождь. Но радости от события это не омрачило, вспоминает Ольга Кобецкая. Торжественная установка золотой таблички ознаменовала появление нового театрального центра. Старое здание в Жаворонках восстановили буквально из руин. Я была поражена, что люди в сельской местности захотели восстановить памятник 19 века. Поскольку восстановить его было невозможно, но это колоссальные деньги, там уже остов остался. Просто решили по образу и подобию сделать это здание. Он стал родным домом для молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». До этого коллектив уже 7 лет работал на небольших площадках – в школе, в Одинцовском университете, в Доме офицеров. Получив свою сцену, буквально через пару дней труппа представила первый спектакль и закрутилась. Здесь именно мы получили звание народного коллектива. Здесь открылись все наши самые крутые фестивали, которые существуют до сих пор. И здесь в этом году мы получили статус настоящего профессионального театра. Десять лет пролетели как один день. Сегодня здесь с успехом проходят спектакли и фестивали «Магия кино», «Взмах крыла», «Наш дебют» и другие. Но главное – на этой сцене сбываются мечты. И юные актеры становятся настоящими профессионалами. Мощнейший образцовый центр культуры, который доступен всем, кто может прийти вот сюда, заниматься детям, взрослым. Огромное количество творческих коллективов, причем таких достаточно уже известных в нашем округе, в Подмосковье, очень много гастролируют и показывают свое творчество и признаны. В свой юбилей театральный центр встречает верных друзей, радует преданных поклонников отрывками из разных спектаклей и, конечно, принимает в свой адрес теплые поздравления. Создать мечту – это одно. Сделать так, чтобы она работала и подтвердить это уже десятилетиями – это очень дорого стоит. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...